Статистика свечит. Сегодня вызначить некую одну сферу, деятельность, якой выкликая особливо значное недодовольнение населенства. Нельга. Коли называть тематику наибольшь частых зворотов, то это якось бытовничных работ, проблемы в работе подприемцов жилево-коммунальной господарки, земельные спречки. Причим опошня вырошать часто ведь меня просто, особливо, коли соседи сами не могут износить взаиморазумения уже не какие-то десяти годов. На прием люди приходят литерально с томами переписки с усими максимумами инстанциями. Хоть часто удымаемые пытания заявляются важными не только для одного конкретного человека. Пенсионер Миколай Калинин подкресливая на прием, он пришел не соскаргая с просьбой, причем не только о себе особистом. Один из городских автобусных маршрутов изменили таким чином, что и он стал невзручным для населенства. Мы не жалуемся, мы просим. Живут уже пенсионеры, пожилые люди все, больные. Идти с сумками. Тут никакой проблемы нет. Не надо изобретать велосипед. Для задовольнения этой просьбы спотребилось всего не каких-то хвилин. Интересы автотранспортного предприятия и жахаров микрорайона теперь совпадают как у теории, так и на практицы. После телефонной консультации в отношении Абровоконкама за областной землеупорадкованной службой становчиво решается и еще одна проблема. У Рогачеве ее и занимались около 7 лет. Вось тут на берзе Днепра еще не каких годов тому могла заявиться лодочная станция. Однако местом отпочинку Рогачевцев территория так и не стала. Учим причина проблем. Отказ на это питание так само шукали подчас приема устрашения Абровоконкама. Предприниматель Владимир Шебышев намер открыть лодочную станцию на берзе Днепра выказал давно, а не пропонованный кошт аренды земли, робил эти планы малореальными. Владимир Дворник дает параду заключать договор аренды только на летний период. Это целиком законно и дозволить развивать приватную инициативу. Аренда 42 доллара квадратный метр. Это просто невозможно. Такой аренде брать эту землю и платить такие деньги. Потому что это сезонная работа лодочной станции 3 месяца. Остальное за что платить? И что я заработаю? Я бы еще мог лет 7 назад открыть, были бы рабочие места, я бы налог платил. Думаю, вот это вот идет непонятно. Благодаря вот решению, я надеюсь, последнее решение этого губернатора. Если сейчас вот это решится, это будет положительно. Раца откования, бытовниство автомобильной стоянки, регистрация жилой майомости. За мальчатый годины приема грамадян, сочиня Аброва-Канкама, завертается за самых розных тем. Владимир Дворник каже, что частка пытания, у якие огучиваются люди, связана со сменами у законодавства, у некоторых выпадках, с недопросовками на местах, а не якими бы не были причины проблем, что хвалюют людей. У любым выпадку необходимо за все, чтобы шукать мягчимости, да помочь конкретному человеку. Если человек обращается многие-многие годы, то видишь, как меняется человека отношение к этому вопросу, психика и так далее, и так далее. Поэтому сегодня желание власти быстрее навести парадок в этом вопросе, ну и вывести с этого оцепенения, наверное, по-другому не скажешь, человека, который на протяжении многих лет живет только одной этой проблемой, не видя того, что происходит вокруг, и не видя, наверное, самого главного, что жизнь проходит, а он живет с этой проблемой. Поэтому нет сегодня каких-то таких нерашаемых проблем, которые невозможно расшить в пользу этого человека. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, телерадиокомпания «Гомель», Заргачёва.